Всем привет! С вами снова Александр. Я хочу сегодня рассказать вам о новинке, которая появилась и в ассортименте магазина Мир Автокресел, и у самого бренда Хейнер. Это кресло категории 0.1. Кресло называется Multi-Fix Twist. Это кресло с возможностью разворота на 360 градусов. Это первое кресло у бренда с такой возможностью, скажем так. Да и вообще кресло получается достаточно интересное. Я этот бренд люблю и с удовольствием вам о нем сегодня расскажу, поэтому садитесь поудобнее, будем изучать. Собственно, приступим к изучению. Повторюсь, кресло категории 0.1 с рождения до 18 килограмм. Это приблизительно метр роста. Ну, наверное, даже, как производитель заявляет, у этой модели конкретно до 105 сантиметров роста. И от 40 сантиметров, в принципе, ребеночка можно уже сюда класть, так как оно с рождением. Так, давайте сразу вам скажу в самом начале о безопасности. Кресло прошло обязательные краш-тесты. Получил европейскую сертификацию. В принципе, подходит под стандарт i-size. И, естественно, благодаря этому доверять ребенка креслу можно. Вообще, в принципе, бренд Heiner, как я говорил, мне нравится. И у них нет, в принципе, плохих кресел. Они едят хорошо. И они уже на сегодняшний день, на мой взгляд, топовым. Тем же немцам практически ничем не уступают. Может, там, какими-то мелочами, но и то. Во многом даже лучшим. Так, ладно, давайте с вами непосредственно к креслу перейдем. Как я говорил, оно с рождения и умеет крутиться на 360 градусов. Так, чтобы у нас крутить на 360 градусов, здесь впереди кнопочка есть. Вот. И, собственно, вот так вот мы разворачиваемся, наклоняемся и едем. Ну, предварительно, конечно, установив его. Это я сейчас чуть позже покажу. Вот, получается, вот в таком положении производитель заявляет, что можно ездить с 40 сантиметров и до 15 месяцев. Вот. Как бы без проблем. Вот, получается, приблизительно... Ну, вот, получается, смотрите. Это угол наклона ребенка новорожденного. Чтобы вы понимали, полностью горизонтальных положений нет в автомобиле, в детских креслах. Это небезопасно. Ребенок должен быть полусогнутый и собранным в таком положении. Поэтому горизонтальных положений вы не увидите. Так. И что у нас для комфорта ребенка здесь есть? Производитель комплектует автокреслом вот таким вкладышем. Он лучше фиксирует ребенка, делает его мягче. Вот такой вот вставкой для поясницы, чтобы новорожденный ребенок у него поясница не была сильно прогнута. Вот. И, в принципе, вот такой опции вы мало где встретите в этой категории. Только в самых дорогих креслах. Так. Ну и, естественно, есть такой же вкладыш в подголовнике. Просто я вообще снимать не буду. Так. Ребенок крепится у нас с пятиточечной системой ремней. С обратной стороны на ремнях есть анти такой скользящий материал, который при ДТП не дает проскользнуть ребенку. Фиксирует его плечи. Это классная вещь. Ну и, естественно, мягкие вкладыши, где паховая зона, это само собой. Так. Давайте немножечко в двух словах скажу вам про ткани. В Хейнер всегда практически идет комбинированная ткань. Посередине идет материал обычный. Как обычный, он реально приятный. Вот. И где ребенок тактильно касается, боковые части с креслом касается ребенок, то вот в этой части используются типа микрофибры, такого бархата. Причем, ну, очень круто и приятно на ощупь. Прям вот всю машину бы перешел в такой материал себе. Ну, в общем, что-то напоминающее Алькантару. Так, здорово, реально. Все сделано. Так. У нас получается, что подголовник регулируется вместе с ремнями по высоте. Это у нас облегчает нам жизнь, что не нужно ничего ковырять, ниоткуда переставлять. В этом плане здорово. Смотрите, чашка, в принципе, капсула получается глубокой. Длинная сидушка и посадка у ребенка комфортная. Просто мы мерили, повторюсь, очень хорошая посадка. Так, давайте теперь по наклону посмотрим, что здесь есть для ребенка. Вот, смотрите. Вот. По ходу движения лежать нельзя абсолютно. Это вообще небезопасно. Поэтому вот этот вот наклон, он, в принципе, максимальный. Наклон, да, приблизительно вот так получается. Для положения по ходу движения, когда ребенок едет. Этого достаточно. Ребенок уснул, голова вперед не свисает. И ребенок может спокойно себе поспать. Так, теперь давайте посмотрим с вами, как оно крепится. Здесь есть система Isofix и упор в пол. Упор в пол, естественно, мы просто двигаем в землю в пол автомобиля. А Isofix устанавливаем. Здесь вот такой ремешочек. За него мы тянем, вытаскиваем Isofix. Isofix жесткий, полноценный. Вот, мы защелкиваем. Так, да, защелкнули. В принципе, вот кнопочку нажали, задвинули. Уперли ее в спинку автомобиля. Выдвинули упор в пол, вот эту ножку. И получаем такую жесткую монолитную конструкцию. Она стоит очень крепко. И, в принципе, больше ничего делать не нужно. Все просто. Так, по креслу, в принципе, добавить мне, по большому счету, больше нечего. Единственное, вот покажу еще раз вам, как оно крутится. И из плюсов вот такой системы, именно вот такой. Здесь я нажимаю одну кнопку и просто поворачиваю. Это то, что часто бывает нужно задействовать две руки. В том плане, что нужно где-то нажать две кнопочки, потом поворачивать, что-то подержать, куда-то что-то утопить. Нет, здесь вы просто нажали и крутите. Вот такая система разворота на 360 градусов. Очень удобно. В конце концов, вы подошли к автомобилю, повернули кресло на себя, посадили ребенка, развернули. Ну, или против хода, пока маленькие. И едете дальше. В конце концов, в автомобиле вы остановились, покормить ребенка. Повернули, покормили, дальше в путь. Вот это очень крутая система. Действительно. Если мы будем сравнивать эту модель с топовыми немцами, то там ценник ощутимо будет побольше. Поэтому Хейнер по цене и качеству соотношения идеальный вариант. И я бы очень рекомендовал вам на такое кресло обратить внимание, если вы ищете поворотное с 0.1 категории немца хорошего. Поэтому вот как вариант изучайте, смотрите. Я бы рекомендовал точно. Вот. Ну, в принципе, все по креслу рассказал, добавить больше нечего. В заключении, если это видео вам было полезно, интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно для меня. Помогает, надеюсь, для вас больше обзоров. И хочу пожелать хорошего, грамотного выбора детского автокресла для вашего ребенка. И всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!